Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Важнейшая новость этой недели это то, что уже две недели я сижу на острове Бали без своего мужа, который остался в России. И сделал так, что мы тоже приедем в Россию на месяц. На самом деле я этому очень рада, потому что я ужасно соскучилась по своему дому, по своим животным, по своим друзьям. Я хочу увидеть снег, как оказывается, когда ты переезжаешь на постоянное место жительства в новую страну, в которой всегда лето. Ты начинаешь ужасно скучать по этой плохой погоде, которую я ненавидела, от которой всегда сбегала. Я не понимаю причины этого, но я ужасно рада, что через неделю я окажусь дома. Запланировала кучу дел и, конечно, продолжаю готовиться к своему вебинару, который пройдет 25 января «Гиперреализм за 3 часа». Я пригласила себе модели, конечно, я сниму для вас обучающее видео. Во время вебинара расскажу, покажу, как это делать со всеми подробными схемами, со всеми правильными нынешними штрихами, потому что штрих видоизменился за это время. И всем нам будет хорошо. Вам, потому что вы получите огромный блок информации, который можете применить сразу за 999 рублей. А мне, потому что в мой день рождения вы придете ко мне в большом количестве и сделаете подарок своим присутствием. Поэтому ссылка в описании к этому видео, обязательно покупайте этот вебинар, он будет очень интересным и насыщенным, и, как всегда, информативным. Я всегда делаю такие продукты. Итак, поехали отвечать на вопросы. После перекрытия корректором сразу надо делать напыление или подождать некоторое время? Я считаю, что нужно, естественно, подождать некоторое время, потому что вы должны понять, как будет свет выглядеть через месяц. А вы вообще корректор внесли на правильную глубину, он вообще там останется, он вообще изменит собой цвет. Кроме этого, вы должны помнить, что корректором нужно работать только по хорошей красивой форме и достаточно прозрачным бровям. Потому что, если перед вами пластилин с четкими границами, красиво не получится. Плюс, если вы работаете корректором, помните, что первый проход вы прошли, посмотрели, цвет изменился. И в этот момент вы примерно можете предположить, как будет выглядеть после заживления цвет. И после этого вы делаете второй проход, чтобы ваши брови стали в два раза ярче. Они даже, возможно, должны стать какого-то неправильного цвета, красно-оранжевого, смотря какой корректор вы взяли, или желтого. Потому что вы помните, что часть пигмента во время заживления из кожи выталкивается. И остается какая-то часть, какая никто не знает, потому что вы не знаете, как себя поведет эта кожа, сколько она пигмента вытолкнет. И вы не знаете, на правильную ли вы глубину уложили краску. Поэтому обязательно заживают брови. И уже на коррекции вы смотрите. А может быть, нужно еще раз корректором поработать. А может быть, уже отличный цвет, и вам просто нужно усилить или изменить форму. И я всегда против того, чтобы просто перекрывали брови. То есть, если перед вами негативный оттенок, и вы просто берете сверху, кладете красивую форму, вроде бы плотно закрашиваете, то через месяц, полтора, ну, может быть, два, ваша работа, если она уложена на правильную глубину, немножечко побледнеет и начнет проступать снизу вот тот самый уродливый цвет, который вы перекрыли. Поэтому лучший способ всегда это удалить лазером. Следующий вариант – это корректор, если позволяет форма. И после заживления делать уже новую красивую форму, более симметричную, с более мягкими границами и так далее. Так, такой длинный вопрос после просмотра вебинара Лены о нюдовых губах. Ссылка на него появится где-то здесь. А если пигменты с белилами в итоге белят губы, а основной цвет уходит на нет, то тогда получается, что лучше в чистые цвета добавлять нюдовый, чтобы был не такой яркий цвет. В каких пропорциях? Естественно, клиенты этих тонкостей не знают, но портить губы ради временного эффекта не хочется. Вы должны понимать, что есть цвета, в которых настолько незначительное количество диоксида титана, на что его даже не указывают, либо он там где-то в конце. Я про губные сейчас говорю. Есть цвета нюдовых оттенков, в которых много диоксида титана, и его указывают одним из первых. Есть цвета, в которых вообще нет диоксида титана, и на этикетке его тоже нет, соответственно. Нюдовые цвета – это такие пастельные, выбеленные, все оттенки розового, персикового, светло-коричневого, где много белил, есть некая составляющая еще светлого цвета. То есть это ощущение припудренных губ, которые даже сразу после процедуры, когда заживает, выглядят уже как будто нанесли светлую помаду. Мне не нравится, я никогда этого не делала, я призываю это делать по минимуму. Но есть запросы, и мастера очень долго просили, и мы выпустили нюдовую линейку тоже. В основном ею нужно работать все-таки на ореолах, но, конечно, можно работать и на губах. Что такое нюд? Это много диоксида титана. То есть если вы берете яркий цвет и добавляете в него нюдовый, то вы смягчите, безусловно, потому что просто диоксида титана условно в этом нюдовом цвете, ну там одна треть или две трети, я сейчас просто говорю приблизительно. А если вы берете чистый диоксид титана, то есть белила, и добавляете в какой-то яркий губной цвет, то вы пытаетесь сделать этот яркий губной цвет нюдовым. То есть вся разница в том, добавляете вы диоксид титана или нюдовый оттенок в яркий какой-то цвет, это просто разница в концентрации белого. Поэтому вы можете просто добавить мало белой краски в яркие губы, и получится примерно такой же эффект. Но может быть еще знаете, что в нюдовых цветах, особенно если это какие-то такие персиковые, коричневатые оттенки, в них вот этот вот коричневый подтон, он смягчить может и сделать более мягким и красивым какой-то вырви глаз цвет. Поэтому, безусловно, можно добавлять нюдовые цвета, но вы должны понимать, что там тоже много диоксида титана, но не так много, как в чистом белом цвете, который тоже является неким разбавителем. То есть чистым диоксидом титана вы можете, конечно, сделать еще бледнее нюдовые оттенки, еще может быть светлее. Но вы должны понимать, кстати, что если это яркий какой-то цвет губной, и вы добавляете в него просто белый цвет, он становится более светлым и еще более ярким. А если вы добавляете в какой-то яркий цвет нюдовый цвет, в котором есть коричневинка или какая-то такая оранжевинка персиковая, то тот самый яркий цвет становится более приглушенным. Поэтому, наверное, да, стоит использовать для того, чтобы было меньше диоксида титана в губах и более мягким выглядел цвет нюдовые оттенки. Ну и в конце, уже самый последний вариант, когда вы добавляете просто тупо белый цвет, потому что все-таки очень много и у нас в чате выкладывалось работы. Вообще, в принципе, я видела, когда уходит основной цвет и остается просто эта белая подложка, с которой ничего не сделаешь, ну, кроме нового татуажа. Никак этот пигмент не удалить. Лазером тоже, потому что он белый, поэтому все-таки по минимуму. Если губы прекрасные, хорошей формы и ваш клиент хочет более светлый цвет, вы можете просто полупрозрачно пройтись ярким цветом. Это будет выглядеть, как будто губы стали сочнее, как будто бы в них, как будто их покусали и кровь прилила. Но когда клиенты просят какие-то очень светлые нюдовые оттенки, это погоня за модой, о которой они в будущем пожалеют. И вы должны очень-очень сильно предупредить вашего клиента о последствиях и использовать диоксид титана по минимуму. Проблема в том, что я не умею делать пушистые головки. Если бровь клиента красивая, то и работа получается хорошая. Если форма так себе, короче, длинное сообщение, проблема пушистых головок. И вот здесь вот сейчас появится видео, я вам показываю самую простую, самое простое решение этой проблемы. Это уменьшить скорость вашего аппарата на блоке питания чуть ли не в два раза. И тогда расстояние между, при том же самом движении руки, расстояние между точками, которые оставляет ваша машинка, будет больше. И вам будет проще добиться вот этого рассеянного полупрозрачного эффекта размытой головки. Естественно, правильный нажим, никто это не отменял. Вы можете работать наискосок, вы можете работать параллельными линиями, вы можете перекрещивать линии, соединять линии снизу и сверху. И точки, когда вы работаете на низкой скорости, они мягко смешаются, вы не переуплотните, то есть над этим надо прям постараться, чтобы переуплотнить, когда ваш аппарат работает на низкой скорости. То есть это, наверное, самая частая проблема, слишком высокая скорость на аппарате, слишком линии плотные, такое ощущение, что вы рисуете полосками и, соответственно, из-за этого вы очень быстро и легко переуплотняете. А рассеянными точками вы будете работать чуть дольше, контроля будет, естественно, больше и воздушная головка у вас получится гораздо легче. Такой вопрос дурацкий, достаточно реально дурацкий. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, когда клиенту нельзя лидокаин, так как он пьет лекарство, которое разжижает кровь, работать без анестезии. Это не связано, это как, не знаю, какой пример привести, что делать, если на небе солнце, но я иду гулять, беру зонт, потому что идет дождь, ну то есть вообще не связано. Если есть аллергия на лидокаин, можно работать без анестезии, либо использовать какой-то другой анестетик и решить, какой вы должны не самостоятельно отправить вашего клиента к доктору, который скажет, чем можно работать, проведя, возможно, какие-то аллергопробы и так далее. Потому что вы не имеете права и специализации даже, профессионально для того, чтобы делать аллергопробы. Лекарство, которое разжижает кровь, насколько я знаю, его пьют ежедневно, и если буквально пару дней клиент не попьет это лекарство, скорее всего ничего не случится. Но опять, это нужно делать только после разрешения доктором. То есть если врач скажет, да не проблема, ты будешь делать татуаж, два дня не пей перед процедурой, и все, оно перестает работать, то есть кровить будет меньше. Потому что аллергия на лидокаин – это одно, это обезболивание, а лекарство, которое разжижает кровь, это совершенно другое, это то, что во время процедуры у вас просто будет кровить, сложнее работать, много сукровиц, и даже, возможно, будет какая-то кровь, потому что сосуды вот так себя ведут, и очень легко повреждаются, и не сжимаются, и нет вот этого вот ощущения, что ты работаешь по сухой коже. Поэтому два совершенно разных вопроса. Отправляете аллергологу за тем, чтобы узнать, каким можно анестетиком работать, либо прекрасно работаете без анестезии, потому что можно на любой зоне, на губах и на бровях работать без анестезии спокойно, вот на веках я бы, наверное, не стала, хотя, может быть, есть такие люди, которые потерпят. И отправляете вашего клиента к терапевту или к тому врачу, который выписал разжижающие кровь препараты, чтобы знать, можно ли ему отменить на пару дней, чтобы вы могли поработать спокойно. Потому что, ну да, это действительно сложно, когда человек пьет кроверазжижающие препараты, особенно при работе на губах и на веках. На бровях еще более-менее сносно, потому что, мне кажется, уже очень долго мастера работают в сухую, то есть нету этой травматизации безумной, когда сочится сукровицей бровь. На сухую работают практически все. Максимум это легкое покраснение. Вопрос мастера. Моя работа третья неделя пошла, хочу все уже бросить. Но почему у меня не получается? Клиент уходит с одним цветом, приходит с другим. Мне очень сложно. Вот отпустила клиента со светлыми бровями, а пришла она на губы уже с темными бровями. То есть брови зажили и потемнели. Но это самый частый вопрос новичков. Кажется, что вроде сделал красивый коричневый, а приходит на коррекцию клиент с какими-то яркими, темными, серыми, сизыми бровями. Это просто заглубление. То есть вы работаете слишком травматично. И тут вот есть фотография, на которой видно даже, что один и тот же человек уже отпустила. Одна бровь светлая и нормального цвета, а вторая бровь засаженная серой. Естественно, она придет на коррекцию с еще более яркой серой бровью. То есть когда мне пишут иногда, такое бывало, тоже мне в директ писали, я поработала вашими пигментами, а остаток даже не 100%, а 150%. Я сразу говорю, так, пришлите мне, пожалуйста, фотографию. Потому что когда остаток 150, то есть брови выглядят ярче, чем уходили, это значит, что, скорее всего, мастер заглубился. И во время процедуры под действием анестезии, выбеленная кожа, яркое освещение, кажется, что все бледненько. А когда человек уходит, и выбеленная кожа, эффект этот уходит, и еще и проявляется вот эта краска, где мастер заглубился, становится гораздо ярче. И я всегда пытаюсь такие вопросы объяснить. Поэтому все проблемы от некачественного штриха, от некачественного нажима. Возможно, вам нужно работать не с одной стороны, когда на ближней брови вы заглубляетесь, а на дальней от себя брови работаете поверхностно. Возможно, можно ездить вокруг клиента на стуле со всех сторон работать. И, может быть, вам стоит более сильно поворачивать к себе клиента. То есть, скорее всего, вы тянетесь, вам не очень удобно, из-за этого штрих нестабильный, вы заглубляетесь на одной брови и работаете поверхностно на другой брови. Ну и это, конечно, ошибки новичков. Все пройдет. Кстати, форма отличная, дымка вокруг отличная, и я вижу хорошую перспективу этого мастера. Просто нужно стабилизировать штрих и нажим делать максимально одинаковым. Вот действительно, мне прям нравится и форма, и мягкость. Просто немножко нестабильный штрих. Помогите студенту, забивала неплотно. Мне это слово, кстати, так не нравится. Забивала. Если вы будете общаться такими словами с клиентами, они могут начать вас бояться. Забивала неплотно, чтобы по заживлению была как бы тень. Оттенок теплой русы. Будет ли это выглядеть так, как задумывалась? Короче, это моя самая лучшая работа без заглублений, мастер пишет. И мы начинаем разглядывать эту бровь и посмотрите вот эти вот точки, которые я обвела. Ну, я не все обвела, но их там видно. Это заглубление как раз таки. То есть, я вижу здесь тоже крайне нестабильный штрих. И на этой брови будет, скорее всего, нулевой практически остаток. Потому что бледно-желтый цвет на очень толстой коже говорит о том, что когда корочки сойдут, будет по нулям. И только там, где вот эти точки серые, скорее всего, будут серые точки после заживления. Такие свинцовенькие. А либо ничего вообще не останется. И это будет, наверное, максимально хороший вариант. Что я могу сказать? Более стабильный штрих. Чтобы не бояться, замедляйте машинку. Работайте более короткими штрихами. Потому что когда точки на таком большом расстоянии, я могу делать вывод, что вы работаете на низкой скорости или на очень длинном штрихе. Потому что чем длиннее штрих, тем меньше контроля за глубиной. Поэтому маленькие штрихи, короткие, миллиметра два-три. Плотно-плотно, постепенно вы пройдете. И буквально за один проход у вас получится красивая бровь. Не стремитесь работать размашисто. Потому что это действительно оставляет в середине движения вот эти серые точки на большом расстоянии друг от друга. И вроде как проблемы сразу после не видно. Но после заживления будет либо пусто, либо с серыми какими-то вкраплениями. Некрасивый цвет. Имейте в виду. Практика наша все. Такой тоже вопрос от новичка, скорее всего. Сделали одну процедуру. Цвет каштан 107. Теплый. Клиентка выбирала цвет сама. Это, кстати, тоже неправильно. Клиентка может сказать, какой цвет она хочет. А из вашей палитры цвет выбирать вы должны самостоятельно. Зная, как они себя поведут. Как они выглядят. Предполагая примерно, как кожа клиента отреагирует. Потому что ее толщина, ее цвет, ее возраст. Все влияет на то, как будет выглядеть цвет. А сейчас клиентка пишет, что хочет цвет посветлее. Более похожий на русый теплый. Как поправить этот процесс? Каким корректором? Заранее спасибо большое за ответ. Я вижу большую неуверенность в себе. Естественно, у новичков это нормально. Я призываю быть более профессиональными. Не давать клиентам собой помыкать, собой руководить. Потому что клиенты не специалисты в этой области. Это вы специалисты. И вы должны быть максимально уверены. Вы можете попросить показать вам любимый карандаш или палетку теней, чтобы клиент нанес на себя даже, возможно, чтобы показать цвет, который ему нравится. И уже в соответствии с этим из своей палитры вы выбираете цвет, который вы предполагаете заживет похожим. Вы должны клиенту рассказать, что сразу после процедуры нельзя ни на какой день оценить результат. Потому что только через месяц после полного восстановления кожи и проявления цвета будет понятно, как выглядит оттенок, который вы выбрали. И он может выглядеть совершенно по-разному на разных кожах. Потому что в зависимости от плотности внесения цвет тоже выглядит разным. В зависимости от глубины оттенок выглядит разным. И предсказать, как будет выглядеть цвет вашего клиента, не может никто. Даже вы. Может быть, только спустя долгое время работы, когда вы отследите большое количество процедур. Вы должны сказать вашему клиенту, что вы предполагаете, что цвет будет максимально похожим. Но оценить мы сможем только через месяц. И уж, конечно, не на пятый день, когда еще даже корочки не сошли. Короче, все в этом сообщении пропитано неуверенностью в себе и тем, что мастер начинающий. Вам нужно более серьезно изучить вообще, в принципе, базу. И понимать, что оценивать цвет нельзя раньше, чем через месяц. Менять оттенок за этот промежуток тоже нет смысла. Корректором работать, скорее всего, тоже нет смысла. Потому что, судя по тому, что вы только начинаете, там, скорее всего, будет маленький остаток. Потому что, ну, я вижу сейчас тенденцию к тому, что мастера обучаются уже работать более легко. И основная ошибка у основного количества мастеров начинающих – это маленький остаток. Поэтому с огромной вероятностью к вам она придет через месяц на коррекцию с полупрозрачными бровями, на которые вы сможете наложить любой цвет, в том числе и теплый русый. Посмотрите, пожалуйста, побольше видео. У меня на канале есть ответы, в принципе, на все вопросы. Научитесь быть уверенным в себе мастером, даже если вы внутри сомневаетесь. Клиент знает еще меньше вас, и он никак не может выбирать, чем вам работать. Такой вопрос. Огромное количество пигмента использую во время процедуры. Все пишут, что хватает 5-8 капель, а у меня это целая капса, и несколько раз в процессе доливаю. Хороший вопрос, на самом деле. И это вопрос тоже новичка. Чаще всего, вот сейчас здесь появится видео, чаще всего мастер, набирая пигмент, тут же вытирает висящую каплю, капля повисает в двух случаях. Когда вы набрали слишком много пигмента в носик, и он как бы под своей тяжестью, гравитацию никто не отменял, стекает и повисает каплей на игле. Соответственно, вы задеваете волоски, у вас получается грязь, вы теряете эскиз с большей вероятностью. Есть еще вариант, когда мастер набирает пигмент, и тут же там какая-то капелька образовалась, он тут же берет и стирает ее обватный диск. Одновременно, прикасаясь к ватному диску, работающая игла выталкивает из носика большое количество пигмента. И вы опять теряете пигмент, совершенно зря это бессмысленное действие. Еще раз резюмируем, если у вас маленький вылет иглы слишком, то капля повисает в любом случае, когда даже вы набрали небольшое количество пигмента. Вам просто нужно сделать вылет иглы, настроить его правильно, сделать его чуть более длинным. У меня есть на эту тему видео, посмотрите, пожалуйста. А второй вопрос, не стремитесь набрать огромное количество пигмента в носик, потому что он наберется, но он будет при прикосновении к волоскам, или вообще при прикосновении даже к коже, вытекать, все пачкать. То есть проблема потеря эскиза и большая потеря краски. Такой вопрос, учусь волоски делать. Елена, ваша критика, please. На латекс не обращать внимания, уже 100 штук купила, ни одного нормального. Аж нервы не выдерживают. Что я могу сказать по поводу этой работы? Грубовато, слишком сильное разделение на скелетные волоски и на вспомогательные волоски, потому что они не должны настолько сильно выделяться. То есть если мы говорим про скелет, это не значит, что эти волоски должны быть самыми яркими и самыми толстыми в брови. Это значит, что просто мы их прорисовываем первыми, и уже от них дальше мы строим форму основную. Очень много и очень подробно я буду говорить об этом на вебинаре «Гиперреализм за 3 часа», который пройдет 25 января, в мой день рождения. Поэтому ссылка на него в описании к этому видео, покупайте. Стоит он всего лишь 999 рублей, сущие копейки. На нем я расскажу и покажу, как правильно вносить пигмент, как правильно рисовать, как правильно встраивать. Все абсолютно про гиперреализм, про то, как по схемам работать и строить брови, мечты вашего клиента и ваши. Поэтому жду вас у себя на вебинаре 25 января. Все, на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр, всем пока.